привет мои хорошие мы же знаем что такое идея фикс но я тут решила заглянуть в википедию чтобы расширить свой словарный запас или понимание определенных терминов и я жалею что я раньше этого не прочитала горизонты моего сознания расширились в общем слушайте читаю идея фикс сверхценная идея сверхценная мысль или переоцениваемая идея психиатрический термин хи-хи ну мы же ничего не боимся означающие суждение которое возникает в результате реальных обстоятельств и выводима из личности ее установок но сопровождается неиссякаемым эмоциональным напряжением и преобладает сознание над всеми остальными суждениями человека охватывает чрезмерная одержимость в достижении какой-либо цели то есть скромное такое понятие идея фикс оказывается скрывает под собой вот такие вот очень емкие понятия и давайте мы с вами посмотрим сегодня как вы видите снова на платке делаю и вообще платки они не случайны карта всегда относились как к нечто чему-то сакральному до к не к нечто тайному и картам всегда отношит относились уважительно и карты не принято было раскладывать на голом столе там я не знаю там на коленке для карта всегда использовалось что-то до в виде скатерти но так как скатерть раньше это было нечто что-то вроде роскоши то чтобы разложить карты что делали снимали платок с головы накрывали там стол стол и собственно делали расклад и ибо я подумала а почему нет вчерашний расклад был на платке который назывался молитва это тоже палубо посадский платок он называется аврора у легкий весенний и цвет такой зеленовато серебристый такой может быть в оливковый немножечко отдающий ну и давайте смотреть смотреть сегодня снова буду на оракуле магия сердец мне он очень девочки понравился с одной стороны своей простотой с другой стороны емкость понятий и знаете вот настолько автор и художница подобрала картинки вот каждой карте что вот прям вот хочется хочется смотреть на нем что же он еще покажет вот поэтому идея фикс сверх одержимая идея идея которая крутится в голове и это не просто какой-то бред человека да то там дальше в продолжении статьи все таки бред надо разделять от идеи фикс это не бред это то что ему действительно очень хотелось бы я думаю вам надеюсь точнее что вам будет также интересно как и мне его сверх одержимость до его мысли поэтому мы здесь захватим его идеи его мысли внимательно следите пожалуйста за сигнификации и напишите мне стоит если мы какие-то будем такие термины смотреть находить информацию чтобы расширять понимание того или иного слова потому что для меня идея фикс но идея фикса оказывается оказывается вот до того что это психиатрический термин о как ну хорошо давайте смотреть если расклад вас вашего его смотрите до конца по сигнификации это описание ситуации если нет то пожалуйста закрывайте видео мы все равно будем повторять похожие расклады так что не расстраивайте его первая карта алкоголизм но здесь ведь и алкоголизм может быть конечно и в прямом смысле это то что преследует вашу пару да или то что мешает построению отношений но еще девочки алкоголизм здесь в оракулах можно трактовать как одержимость чем-то вредная привычка то что губит да или то что мешает выстраивать гармоничные взаимоотношения с окружением с близкими людьми там социумом сообществом также еще данная карта видите так как это зависимость да и это может быть какой-то дурной да или пагубной привычкой то это еще избегание ответственности потому что мы знаем такое понятие да как заливать горе алкоголем как бежать от проблем с помощью алкоголя вот здесь вот есть какая-то такая ситуация которая ну вот если вы рассматриваете вашу ситуацию вот под углом что есть какая-то пагубная привычка то вы понимаете что это уже настолько вот вросло корнями карта старика что это давно это но если не лечится то очень очень долго нужно потратить время для того чтобы искоренить возможно победить до конца не получится и конечно здесь грустно и да вот не зря я говорила что это может быть препятствием ваших отношений потому что здесь карта скандала да и если здесь мужчине до нашему товарищу нашему партнеру пытаться говорить о том что именно вот это влияет на наши отношения именно это мешает да это самое главное это вот зерно того что может назвать наша большая проблема то мужчина не соглашается но какому алкоголику можно доказать что он алкоголик что говорят в этих случаях это неправда я если захочу я всегда брошу так брось а я не хочу вот и здесь начинается снова здорово здесь человек не признает какого-то очень главного фактора который вы видите да и вы оцениваете его адекватно а для мужчины это некий момент за который вы цепляетесь и который вот за который вы хотите вот что-то от него добиться до вплоть до того что да вот некий такой деспотизм с вашей стороны что вы хотите его поменять что вы хотите его подстроить под себя и конечно человек не желающий расставаться с определенной этом привычкой зависимостью там одержимостью там в некоторых смыслах а ему проще закатить скандал чем посмотреть на проблему вашими глазами до чем попробуйте оценить теми способами которые вы оцениваете договориться с такими людьми сложно да и попросту порой невозможно кстати вот его идея фикс может и быть как раз вот в ну скажем так под давлением до данной привычки мужчина любит я не знаю там например ну пусть алкоголь да что раз мы такую карту взяли здесь пусть будет алкоголь и вот когда его там немножечко выпить да он расслабится и вот могут какие-то идеи потому что пьяному море по колено для кого девочки не алкоголь здесь вы не притягивайте до конкретное слово и конкретную карту прям вот не читайте дословно в любой карте мы видим не только ее номинальное значение а мы должны понимать сам смысл до энергию которая несет карта так что здесь зависимость зависимость зависимый от алкоголя кто-то от флирта от женщин от азартных игр от всего чего хотите и конечно где же нам признавать ошибки и вы здесь девочки кстати для этого человека можете являться но такое слово мне нравится паучиха да не от слова паука слова получать то есть что ты меня учишь да что ты мне рассказываешь я сам все знаю а по факту здесь просто человек бежит от ответственности человек не хочет признавать свои ошибки и не хочет признавать важную проблему которая связана с ним в любом случае здесь мужской аркан и конечно ему проще с вами поссориться какое-то время находиться в молчании главное чтобы вы больше его здесь не трогали да и больше его не дергали кстати если вы не смотрели прошлое видео которое тоже на этом оракуле про мужчину где мы задавали ему очень неудобные вопросы посмотрите но смотрите только в том случае если вы готовы каким-то неудобным ответом тем ответом которые вам могут не понравиться потому что были уже комментарии читала я что зачем в этом смысл такой что вы нас размазываете и так обиженных женщин мужчинами но мое дело предупредить если вы взяли на себя ответственность или приняли решение смотреть расклад до конца только мне какие могут быть претензии я предупредил то табличка не влезай убьет и и дальше дело на дальше дело на совести каждого человека в лес но предупреждение было так что смотрите если интересно там тоже были такие моменты интересные так что еще здесь вот видите что вы что вы хотите от мужчины получить чего-то до своей вот тем что вы указываете на его ошибки до добиться от него изменения перемен вот ведь и вот карта поводок то есть здесь мужчина считает что вы хотите чтобы он шел за вами след вслед чтобы он действовал так как вам нужно что такое поводок ты идешь вот за человеком куда он повернет в какую сторону вперед он пойдет назад и ты должен идти за ним так и у мужчины и в особенность когда вы ему указываете да на какие-то проблемы все начинают считать что вы хотите его тут ахамута да вот здесь в карта подкаблучника не хватает хотя она здесь есть в колоде как будто бы вы пытаетесь здесь доминировать а у вас здесь всего лишь есть своя мечта по отношению к этому человеку не больше не меньше нет но если девочки вот опять же не обижаемся да мы смотрим подсознательные моменты сейчас построю еще сознание но если девочки подсознательные моменты вам действительно хотелось бы пусть не пряником ну значит кнутом дать понять мужчине что вы можете своим объективным взглядом указать ему на то что собственно делать не стоит шикарная карта скалка где женщина да такая большая над мужчинам бедненький сидит здесь спрятался вот и карта маньяка то есть у вас тоже есть такая вот идея фикс я думаю да по отношению к этому мужчине избавить его от этой самой зависимости а в сознании здесь что ну вот видите чтобы чтобы был вот не какой-то здесь зависимый человек от своих каких-то пороков и недостатков а чтобы был вот прям вот мужчина мужчина вот ваша мечта а пусть даже давлением да пусть даже вы будете для него плохой но здесь такой момент что он не в дальнейшем еще и спасибо скажет как только он избавиться от того что портит жизнь ему портит жизнь нам еще спасибо скажет в этой девочке вы тоже здесь можете перегнуть все-таки палку до взять скалку и перегнуть палку потому что есть у вас здесь наклонности ну или скажем так а не замечаете того что где-то вы можете здесь вот прям вот ну более жесткими методами что-то делать нежели это необходимо но знаете вот порой с людьми которые от чего-то действительно очень сильно зависимы по-хорошему действительно не получается да и я здесь не утверждаю что вы сама по натуре такой человек хочу хотя и не исключаю что вам проще добиться всего вот через кнут а вот с помощью какого-то давления но по отношению к этим людям если ты реально понимаешь что эта проблема она мешает и хочется спасти по отношению то конечно вот к таким вот зависимым да их и в больницах буйных да лечат как их привязывают и это мощными жесткими там успокоительными транквилизаторами для того чтобы немножечко человека в мини до успокоить привести себя вот у вас здесь конечно свои методы но если посмотреть как вы можете к этому мужчине проявляться то здесь можно сказать что да да вы где-то даже жестить здесь можете но с другой стороны здесь я с вами согласна потому что ладно бы здесь человек был паренькой покорной тогда бы я сказала девочки ну здесь да вот прям жестко да здесь конечно а таким образом не стоит он и так все понимает да он так готов меняться да ему нужно время но здесь же другая ситуация да здесь мужчина считает что вы хотите его тащите чтобы он точнее тащился за вами как на поводке как собачонка за своим хозяином хозяин топнет то косточку бросит то заберет такое то конечно вот и да ему проще поругаться с вами ему проще рассориться нежели пытаться выйти на тот путь который помог бы ему уйти от проблем вот в ваших отношениях не хочет здесь меняться не хочет абсолютно уход да вот видите проще уйти проще грань да вот переступать грань того что я избавляюсь от определенной вещи которые вносит деструктив наши отношения да нет зачем мне проще развернуться и уйти поэтому здесь мои хорошие не о решении проблемы здесь будет говориться поэтому его идея фикс во всяком случае здесь девочки на данный момент не исправиться самому а сделать что-то другое ну соответственно давайте смотреть да что такое другое он здесь готов ради вас его давайте вот сверх 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 ценные мысли посмотрим по поводу вас сверх ценны как мне понравилось расшифровка самой формулировки идеи фикс давайте его сверх ценная мысль у вас но однако же девочки он осознает что он вас может потерять а еще он хотел бы чтобы вы видите карта ухода на грани до создать такую ситуацию чтобы вы однажды вот в прекрасный момент вдруг как будто бы какое-то озарение и вы поняли и очень напугались того что вы его теряете потеря здесь идея даже девочки не в том что здесь страх вас потерять хотя он понимает что он может да тоже перегнуть палку и сделать якобы понарошку свой уход а в итоге взял и потерял вас но здесь видите сверх ценная мысль о том что вы будете очень сильно рыдать вы будете очень сильно плакать от того что вы и с ним расстаете да или вы его теряете все я ушел да но здесь я ушел и протягиваем вам руку так вот назад останови меня останови да вот догони меня так и здесь хотелось бы ему чтобы вы к нему девочки не привязывали чтобы его не объясняли его там недостатки не рассказывали о той проблеме которую если нейтрализовать и я думаю все будет в разы лучше у вас в отношении а вот создать ситуацию когда вы из-за страха что вы его теряете вы просто забываете свои претензии просто забываете все что вы ему говорите какой молодец ай молодец еще его сверх ценная идея здесь даже девочки подключить каких-то знакомых друзей родных близких я не знаю братьев сестер для того чтобы они вам дали понять что он вас теряет но смотрите какой здесь конечно подлец здесь нет чтобы осознать что да есть определенный деструктив и с ним надо как-то бороться он хотел бы создать такую ситуацию и это знаете вот всем сказать всем сообщить и чтобы это было донесено до вас я не знаю в соцсетях если у вас нету общих знакомых вот там я не знаю баннер такой красный с горящими буквами все мы расстались да я с тобой больше ничего не хочу иметь общего вот через связи дали через средства коммуникации пусть даже это дистанционный дистанционные средства будут дать понять вам вот донести что он вас теряет вот жук конечно здесь ну вот эти ценность 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 хочет чтобы девочки в него вцепились и вот взяли таким какой он есть принимай меня такой какой он есть принимай меня такой какой я есть вот но вот лишь бы вы не сказали хорошо прием окончен потому что для него здесь важно ведь они расстаться с вами здесь важно чтобы вы перестали его в какие-то моменты здесь воспитывать, да, что ты меня воспитываешь, зачем ты меня учишь, да, я сам знаю, я не такой, как ты говоришь, да, я в любой момент могу стать другим, если захочу, да, если мне это так необходимо будет. Так что здесь большая такая вот сверхценная, да, мысль, которая посещает голову этого человека, создать ценность своей собственной персоны для вас таким образом, чтобы вы просто от одного только понимания от одной малейшей мысли, что вы его теряете, просто сразу становились немой, доброй, покладистой, прятали свою скалку и просто даже боялись слова против произнести. Ну, это ж идея фикс. Да, что если бы, девочки, что если бы вы и ругались, то по каким-то поводам там или плакали, да, ну вот лук режешь, плачешь, карта пустяки, что если вы и обращали, он не исключает девочки идеи или мысли о том, что вы можете с ним ссориться и могут быть конфликты. Да, в любых отношениях, в любой семье всегда есть какие-то стычки, да, всегда есть разные точки мнения, и на фоне этого у кого-то там недопонимание, у кого-то скандал, у кого-то скандалище, и он прекрасно понимает, что у вас, что вы тоже, что не люди, что ли, тоже люди, и тоже у вас могут быть моменты, где там вы обидитесь, где вы поплачете, но чтобы ваши обиды, девочки, были такие, вы действительно пустяковые, и чтобы они не касались вот главным образом вот того, что вам мешают, чтобы вы расстроились, что он вам там позвонил на пять минут позже, да, там, или там должен был вечером позвонить, а позвонил рано утром с утра, да, вот в этом обиделись, но это пустяк, и его можно загладить. Хочет из вас женщину, которая бы радовалась вот малейшим, 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 я не знаю, хорошим моментах в ваших отношениях, чтобы вы смотрели на него вот просто вот как в зеркало, да, и любовались, да, вот ловили бы каждый там его, я не знаю, взмах ресницы, и вот каждый вздох бы его чувствовали, слушали и понимали, да, что это родной, близкий человек, не обижались, но если и обиделись, то на что-то такое, что вот можно очень быстро, очень быстро поправить. Ишь какой! Хочет, хочет дать вам понять, что это не он где-то делает девочки плохо, хочет дать вам понять, что вы ему разбили, там, растоптали в сердце, нагадили в душу, и что все, он обиделся, и ничего ему не надо. Вот видите, самая такая звенящая мысль, идея фикс, или мысль фикс, которая в его голове, это четко продемонстрировать вам, что между вами все, да, в случае чего, если вдруг еще раз, то все, да, между вами здесь все закончено. Но я здесь хочу сказать, что тот, кто очень демонстрит, демонстративно вас игнорирует, тот очень-очень сильно вами интересуется. Об этом всегда помните. Но не будет человек, которому на вас абсолютно все равно и плевать, всяческим образом показывать, что между вами уже все, да. Люди, которые заканчивают отношения, и когда они не планируют вернуться в них, они уходят тихо, спокойно, безмолвно. И если им поступают вопросы, они также спокойно говорят. Не хочу, разлюбил, между нами все кончено. И не ищут всяческие связи. Здесь же, наоборот, раструбить там на всю Ивановскую, что между вами все, подключить родственников, если там, или друзей, да, если нету в окружении знакомых людей, то другими способами, опять же, да, вот массового какого-то распространения, дать вам понять, что все. Для чего? Для того, чтобы вы просто начали им дорожить, а он, девочки, понимая вот тоже, да, вот обратная сторона вот этого подхода, если вы на него пойдете, то потом он будет этим же вас и наказывать. Это будет его манипуляция, которая будет срабатывать на вас. Да, конечно, до поры до времени. Может быть, еще раз. Может быть, еще пару раз сработает. Потом вы раскусите этот фокус, и на вас такие методы, конечно, уже действовать не будут. Но для себя, понимаете, если вы купитесь на то, что все, да, вот под страхом, что мы расстанемся, а такое бывает, и это нормально, когда ты не хочешь расставаться с человеком, да, проблемы. Да, есть что-то такое глобальное, но, может быть, можно с этим побороться. Если не побороться окончательно, то какие-то стойкие ремиссии, чтобы были, или чтобы это снизилось, там, я не знаю, там, процентов на 80, на 90. Просто, и терять человека не хочется. И, конечно, это нормально, да, вернуться на каких-то его там, ну, в кавычках, условиях. Но только, мои хорошие, четко понимаете, что вернувшись на таких условиях, вы однозначно знаете, что как только сложится снова ситуация, где вы там возьмете свою виртуальную скалку и будете его воспитывать, то этот мужчина снова сделает вот такой же финт. Он поймет, что это срабатывает, что вы этого боитесь, и, вот, и, соответственно, ну, почему бы еще не воспользоваться, чтобы снова вас погасить, ваш пыл, да, ваш задор, вот, и чтобы вы были, вот, если и плакали, там, или ссорились, там, с ним выясняли по отношению, то сугубо вот по каким-то вот мелочам, которые вот даже в голову брать не стоит. Давайте посмотрим, может быть, здесь идея еще, хотя здесь, видите, здесь и мысль, здесь и идея, здесь и прям вот целая какое-то, ну, я не знаю, вот какая-то вот религия, в которую здесь мужчина хотел бы вас обратить. Давайте его идея фикс. Отличается ли от мысли? Так, что она здесь за грабли, за грабли? Да, отличаются. Давайте теперь его идея. Это то, что ему хотелось бы, вот, реально воплотить. Об этом он, конечно, думает, да, но, видимо, там, смелости, там, духу не хватает прям провернуть в этой, ну, в полной степени. Может быть, это и будет реализовано, потому что мысли, они иногда соответствуют каким-то планам, да, идеям. А планы, видите, девочки, здесь есть. И как бы ему, девочки, вот почему-то здесь, видите, показано не наступить на свои собственные грабли. о чём это? Вот, кстати, идея, девочки, не допустить того, чтобы вы познакомились с кем-то, и чтобы с ним, с этим другим мужчиной, чтобы не стали строить фундамент. И почему-то здесь мужчина боится, что вы увлечётесь, ну, девочки, вплоть до того, что мужчина и младше его, да, а я нашла себе помоложе тебя. И он почему-то понимает, что здесь у вас есть возможности и посредники, через которых это можно сделать. Карта свахи. Я не знаю, через сайт знакомств, через подругу. Или у вас работа связана с тем, что мужской коллектив, вот, и вы там одна, там, женщина в мужском коллективе. Считает, что у вас проблемы здесь, проблемы познакомиться нет, вот его план, вот этому не дать свершиться, да, не дать, чтобы это произошло, идея. Ну да, вот видите, чтобы вы, чтобы вы его ждали, как монашка, и всё, и к себе вообще никого не подпускали. Обед безбрачия, да, так вот. Ну какое здесь, посмотрите, да, вот всё моё, всё мне, и даже если мы не вместе, чтобы хочется найти возможность помешать вам построить новые отношения, чтобы вы сидели, ждали, и, ооо, да, видишь, чтобы вы сидели, ждали дома, и, видите, девочки, чтобы вот прям, вот прям состарились, состарились в ожидании данного мужчины. Вот, кстати, сделаю маленькое поступление, видите, здесь карта мезальянса, да, здесь женщина уже с седыми волосами, да, и вот здесь показаны морщины, и мужчина такой в рассвете сил. Но это для тех, кто просит, сделайте специальный расклад для пар, в которых есть разница возрасте, в особенности женщина старше мужчины. Даже данная карта подтверждает, что для отношений возраст – это условная позиция, которая далеко не всегда имеет какое-то особое значение. Возраст, и эта цифра, она только в вашей голове, да, и в вашем паспорте. И для других людей не особо порой важно, сколько вам лет. И для мужчин в отношениях тоже есть такая очень пошлая поговорка. Не буду я ее говорить, но про ровесницу, да, которую мужчина для себя не ищет, я думаю, вы знаете. Это вот первое, что приходит на ум, когда начинают говорить, что вот, там, я старше по возрасту, посмотрите такие отношения, да, иногда бывает. И карты об этом показывают, если это имеет, да, вот, место быть. Здесь же нет. Но здесь карта говорит, видите, чтобы вы вот сидели в своем доме и просто ждали его здесь, не знаю, до глубокой старости. А он-то всегда будет молодой, как ему кажется, да, всегда молоденький, всегда бодренький. И вот, и вы его будете ждать и никуда не денете. Вот она его идея. И лучшего счастья не ждали, кроме как этот мужчина. А ему же, девочке, хочется, чтобы он нравился и другим женщинам. Да, видите, какая карта популярности. Есть мужчина такой вот прям, и вокруг него женщины, женщины, и пляшут, танцуют, и хороводы водят, и кто-то на коленях стоит, и за ноги его взяли. А он вот, да, вот такой вот в закрытой позе, и особо-то никому он здесь не принадлежит. Хотя и кайфует по максимуму. То есть здесь мужчине, ну, здесь уже отсылка на то, что он хотел бы, да, чтобы вокруг него были еще другие поклонницы в виде женщин, которые давали бы ему, ну, я не знаю, какую-то мужскую такую вот уверенность в себе, чтобы эта ситуация давала ему какое-то вдохновение. То есть закрываться от женщин здесь, ну, как-то в физическом смысле, да, то есть здесь не такое вот поголовное, какое-то вот разрадное действие со стороны мужчины. Но вот флирт какой-то, да, что, может быть, там какие-то ухаживания, подмигивания, там переписки такие, которые вот прямо на грани, да, вот, добра и зла. Но ему бы, девочки, хотелось. И ему, видите, тоже, даже если мужчина это демонстративно сейчас выстраивает отношения с кем-то там на ваших глазах или с кем-то флиртует, или вы знаете, что у него отношения, и он их не скрывает. Поймите, что это демонстрация, в том числе. Посмотри, какой я популярный, да. И вот опять же идея дать вам о себе представление ценности, и чтобы вы понимали, что такой мужчина нарасхват, да, и если он пришел ко мне, значит, я точно как-то выделяюсь среди других, да, вот набить себе цену, вот такой вот, я не знаю, прям туз Пентакли, который все хотели бы заполучить. И, соответственно, показная такая вот, ну, или показной момент, да, что я, у меня есть отношения, и женщины, и одна, вторая, третья, вот такой вот я альфа-самец, вот, соответственно, зачем тебе кто-то другой? Вот он я. Вот жди меня, и, наверное, здесь дождешься. Но здесь, видите, прежде чем вот соединение с вами, если вы в расставании, ему надо, ему надо вот его идея, да, идея фикс, дать понять, что вы его можете легко потерять, потому что на вашем месте там еще 200, да. Соперницы здесь не дремлят, и, пожалуйста, его вот такого вот красавчика, такая вот, да, такой рубаха парень, вот, и каждая была бы просто счастлива рядом с ним. Вот такой вот, девочки, получился расклад. Я надеюсь, что вам он понравился, я надеюсь, что вам было интересно, и оракул «Магия сердец» действительно, я хочу сказать, там не просто там хороший, интересный, а он действительно шикарный. И, ну, хотелось бы сказать, почему я его раньше не видела и раньше с ним не была знакома, да потому что это новое, новый выпуск, да, это новый оракул, абсолютно новый, вот, и, соответственно, раньше его, конечно, не было. У этого автора есть еще несколько оракулов, я посмотрю, один я, наверное, точно куплю, как-то магия или мистико восточных славян, как-то так называется оракул, и два оракула, но они ленорман. Ленорман я не хочу пока себе новые колоды, а вот еще третий оракул, может быть, я приобрету. Поглядываю пока, что-то меня в том оракуле западных славян, что-то меня смущает, не знаю, что галерей очень мало, вот, но хочется повнимательнее посмотреть. Вот это вот с первого взгляда поняла, что мне это точно надо. Так что, так что, так что, напомню вам, конечно же, девиз нашего канала, вчера мечта, сегодня цель, завтра реальность. Буду очень рада, если расклад действительно зашел, да, вот, нравится мне это выражение, и что не скучно вам было смотреть, и не скучно вам было провести время, потому что я вот, как уже поняла, да, за этим оракулом, вот, не замечая времени, потому что он не грузит, он не напрягает, да, читается все легко, читается все, вот, очень понятно, и каждая карта в сочетании с другой, вот, дает абсолютно какой-то простой такой вот смысл, ну, простой не от слова, там все банально, да, а наоборот, смысл глубокий, ну, простым языком. Так что, мои дорогие, пишите, наверное, идеи для данного оракула раскладов, ну, что-то такое, вот, ну, вот, что можно посмотреть, ну, необычные темы, да, вот, допустим, сверхценная его идея, да, вот, идея фикс, потому что хочется протестировать данный оракул, не просто там мысли, чувства, действия, да, а вот что-то такое, чтобы вот его вот испытать на максималках, но я думаю, он себя оправдает, и думаю, нас не разочарует, но в любом случае мне интересно будет, и каждая идея, которая будет, вот, действительно, вот перекликаться с моим каким-то внутренним желанием, конечно, она каждая будет реализована в виде расклада, и об этом я буду говорить, да, что это запрос, вот рубрика, вы просили, да, там, ли ваши запросы на расклады, все, мои хорошие, теперь уже точно все, всего вам самого наилучшего, прекрасных вам, прекрасного вам окончания недели, хороших выходных, потому что знаю, что меня не все смотрят каждый день, вот, но если вы со мной каждый день, то, конечно, до завтра, до встречи в новых видео, и всем, мои хорошие, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok